Привет, дорогие друзья, меня зовут Сергей Лаф, и это 43-й дивблог разработчиков. Раз, ты знаете, вот такие дивблоги я люблю. Крайне интересно, что почитать и что показать. Начнем с того, с чего начали разработчики. Починили маздропы с серверов, когда на серверах онлайн превышал 50 человек, постоянно начинало всех подряд кикать. И это была больная болезнь, которую, ну, вообще никак не удавалось толком понять и простить. И вот вроде бы с этим покончено. И, соответственно, теперь можно комфортнее играть при большом онлайн. Надеюсь, что действительно так. Теперь, починена проблема пропавших замков. В общем, суть в том, что клиенты забывали о том, что замки есть на дверях, и терялась их моделька. Но проблема в том, что и они по факту тоже терялись. И в любой вот такой вот потерявшийся замковый дом можно было спокойно зайти. И это, естественно, тоже было полным отстоем. Но теперь вроде бы не пропадают замки, и можно играться, опять же, комфортнее. Новый жакет в игре появился. Пиджак-куртка. И выглядит, по-моему, шикарно. Мне нравится. Но разработчики также говорят, что, в принципе, пока нет системы кастомизации, текстурной вот этой вот кастомизации предметов. И они добавили его в одном виде. Но в дальнейшем, видимо, будет возможность их по-разному декорировать. И вы можете находить один и тот же предмет в разных расцветках. Что, по-моему, шикарно. Вот этого давно не хватает, чтобы добавилось какое-то разнообразие в вещах, во внешнем виде у персонажей. А то все бегают. Раньше по стандарту это красная куртка, либо черный костюмчик. Все. Теперь даже один предмет, ну не теперь, а в будущем, один предмет может различаться по цвету. И, соответственно, это добавит больше геймплея. Хотя, казалось бы, такая мелочь. Мне это однозначно нравится. Это однозначно стоит подождать. Дальше. Ассалт Райфл. Разработчики говорят, что да, это Калашников. Но называть его Калашником они, скорее всего, не будут. Из-за того, что у него вместо приклада вообще ручка от лопаты. И это все-таки не Калашников немного. Хоть он очень напоминает его с точки зрения внешности. Поэтому, ну, будем считать, что это Калаш. Я думаю, все его будут называть Калашом. Как бы его там разработчики не назвали, если его даже назовут просто Ассалт Райфл, все будут называть его Калашом. Это хорошо, что он появился. Я тоже давно ждал. Вот все говорят, что типа, вот МК есть, МК есть, а где Калаш? С другой стороны, это такая первая стадия, первый тир пушки. То есть, такая самодел, самокрут. Должна быть еще и пушка какая-то более качественная. Также МК была в старом Расте. Она профессионально сделана. То есть, как с завода, грубо говоря, вышла. Статтрек, блин, только не хватало на ней. А это Шерпотреб. И какая-нибудь пушка похожая на эту, но заводского качества должна быть. Мне кажется. Ну, посмотрим. Пока что, пока что разработчики только добавляют всякие модели. Появилась медвежья ловушка. На самом деле, она тоже мелькала в всяких, не декорах, а превьюшках, артах и так далее. Очень давно. И вот она наконец-то появилась. Суть в том, что она может убивать как, собственно, самих медведей, так и игроков. При этом, ну, лут остается лежать рядом с этой ловушкой достаточно долго. Вот. И разработчики говорят, что им интересно посмотреть, как игроки будут использовать эти ловушки для защиты своих домов. Честно, уже тоже стало интересно. Представляете, вы куда-нибудь залазите, а там рядом со спальником валить с чертовой ловушкой, ты незаметно на нее наступил и сдох. Это прикольно, по-моему. Но, в любом случае, раз, то еще нужно много и много добавить в плане ловушек всяких, там, ям с кольями и прочего, там, фейковых полов, которые могут, там, проваливаться, если на них наступить. То есть, если ты знаешь, ты не наступаешь. Если не знаешь, наступил, бац, провалился. Такое тоже уже обещали 500 тысяч лет назад и пока что ничего не добавили. Вот. Тогда, действительно, заход в дом может оказаться одноразовым с выходом в спальник в свой, на другом конце карты. Починенные аэродропы. Был какой-то там баг с этими аэродропами, вот, починили. Блюпринты. Теперь игрок стартует с малым количеством крафтов и крафт вот эти чертежи, как и в старом расти, нужно выбивать. Кстати, разработчики ничего не сообщают насчет того, что, мол, интеграции со стимом, не знаю почему, то ли им вывал, завернул их идею интегрировать их блюпринты со стимовскими предметами, то ли ловуши настолько говном забросали, что они отказались от этой идеи. В любом случае, то, что чертежи, как в старом расти, появились, это неплохо. Вот, но, ладно, не будут забегать вперед. Дальше. Рэдтауны. Теперь рэдтауны в игре есть, и они выглядят точно так же и работают, как в старом расти, опять же. Они есть, они излучают радиацию, в них есть лут, но, кстати, разработчики пишут, что они не рисовали собственные рэдтауны на данный момент, потому что это долго, и пока что у них нет сил и возможности, но они рисуют по возможности, но всякие разные объекты. Вот поэтому они просто купили где-то объектов, юнити объектов, и их напихали в эти рэдтауны, но в дальнейшем, вроде как, они сделают свои полноценные, ну, с атмосферой Бичсвега и Раста. Вот, мне в любом случае приятно, то, что они появились, потому что вот рэдтауны, это был дух Раста, и его не хватало. Вот, также разработчики говорят, что будут пока что интегрировать все это дело в систему рандомной генерации карты, чтобы это выглядело более естественно, чтобы рэдтауны выглядели, как будто они действительно здесь находятся, да, ну, не просто объект впилился в карту, а действительно, чтобы окружение соответствовало. В общем, у них много планов и идей на этот счет. Будет интересно посмотреть. И вот касательно чертежей и всякого лута, пока что по карте разбросаны вот такие вот бочки, в которых спавнятся, собственно, чертежи и лут. Ну, потому что пока что рэдтаунов не очень много, и это временная такая мера, в общем-то, чтобы можно было оценить механику игры для оценки механики. Вот, интересно, такой момент, по-моему, для истории побегать, если у вас есть интерес к игре, стоит. То есть, оценить, как это в бочках собирается, потому что, ну, потом их не будет, а вы сможете внукам рассказывать, как вы в Расте бегали и в бочках лут, но ходили, которых уже давным-давно нету. Вот, и суммарно разработчики пишут, что эта неделя была действительно офигенская. Они починили сервера, теперь все работает стабильно, даже при двухстах онлайна. Теперь и рэдтауны все нормально, калашников есть, баги некоторые пофиксили, замки не пропадают. В общем, игра становится все играбельнее и все круче. И потихонечку приближается, или практически уже вплотную приблизилась к тому состоянию, в котором находился старый Раст. То есть, есть города, есть лут, есть чертежи. Вроде бы все есть уже. Осталось только чуть допилить, и все. Можно будет уже забуриваться в Раст, мне кажется. Ну, по крайней мере, на стримах с патронами я точно забурюсь. Есть такие планы. Не знаю, когда точно, но планы есть. А раз планы есть, то возможно оно так и случится. Ну, на этом все, ребят, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Увидимся!